Продолжение следует... 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 Вот, то есть, как готовить пищу на летних кухнях, как перетаспить бочки, как на зимних юртах, да, зиму, вот, пожалуйста, самогонный аппарат был найден, все нормально, гнали самогон и в те времена спокойненько, вот, на примитивном аппарате, но, тем не менее. Вот, далее, ну, да, вот, это уже чувал, здесь, как говорят рыбу, бандарное ремесло, пожалуйста, ледник, где хранилась рыба, ну, вот, здесь засолка рыбы демонстрируется, вот, эти бочки уже засолены, как их перетаскивают, ну, здесь, да, тоже, вот, бандарная мастерская показана, избушка, это была найдена, вот эти артефакты, в общем-то, она реконструируется очень хорошо. Это станочек, останки были для заточки, вот этот большой камень, вот, обнаружен был, вот, для заточки всех инструментов, каких только можно. Ну, естественно, был табак и был опиум, который поставлялся из Китая, шарики, так называемые, вот, этот термин, кстати, у наркоманов до сих пор остался. Вот, вот, курит и табак, и в то же время и курили, и вот, и опиум, вот эти шарики, вот. Вот, здесь же, вот, осуществлялось взаимодействие, да, обмен с торговцами из азиатских стран. Вот, эти артефакты тоже найдены. Вот здесь, да, вот ритуал жертвоприношения собаки, вот, подманивают, вот они ее повязали, ритуальный, и это ритуальное захоронение собаки. То есть, эти захоронения были, кстати, было найдено захоронение лошади в постройке, в жилой постройке под погребом. Тоже ритуальный, строительный ритуал захоронения. Вот, и далее, вот, и в этом же месте уже строились, пришли русские, когда, вот, уже это 17-й век, да, получается, 16-17-й век. Уже это была имская слобода, это Самаровский ям, откуда, дальше, узловая точка, да, получается, откуда шли в Абдорск, либо на восток, то есть по всей Тобольской губернии. Расходились вот отсюда, да, объездовые столбы уже были установлены, и, да, развозилась вся корреспонденция, которая только могла быть. Вот, и зимой, в основном-то зимний, зимний путь был, вот, на санях. Ну, естественно, вот как здесь лошадь подковывают, здесь, либо ее связывают, если она ретивая, спокойно, так, спокойненько. Ну, вот, водопой здесь, лошадей перед отъездом, ну, в общем, так же, тоже все в антураже, вот, в рамках научных обоснований, раскопок. Далее, значит, черно-белый вариант иллюстрации был, да. Теперь, есть такое священное кедровое роща, священное место, а это в районе поселка Солым, также приток среднего течения Аби, где-то километров 200 на юг. Значит, там были вскрыты краткомогильники, захороненные аборигенного населения. Это у нас, получается, так, подожди, да, это XII век, по-моему, да, номинальная дата заранее. Значит, вот так располагается, вот озеро, да, значит, это сам поселок, и вот этот лесочек, вот здесь вот располагаются эти памятники. Значит, вот археологи добыли в могильнике, вот, да, захоронения, и в которых были приклады из белой бронзы, литье белой бронзы в стиле, в зверином стиле, так называемом. Ну, который очень синхронен со скифским и пермским звериным стилем. Вот так вот обнаруженные находки выглядели в раскопе, зачищенные. Значит, было принято решение, какой размером она сантиметров, там, 3-5, там, ну, не 6, может быть, не больше, но очень детально выполнено. Поэтому было принято решение отреставрировать эти детали и с очень хорошим разрешением их отфотографировать. И сделать вот такие вот постеры, большие, размером где-то сантиметров 70 в метр, где показаны все детали абсолютно, показан, видно, какие способы литья применялись, где каверны есть. В общем, и само изображение очень детально просматривается. То есть, это еще один из вариантов подачи материала для научно-популярных изданий, либо выставок музейных экспозиций. Вот тоже интересно. Значит, это самая распространенная находка была, тоже белая бронза отлита, медведь, символ медведя. А вот это вот современное изображение. В общем-то, синхронно так же. Вот она голова, вот они лапки, да, значит, и вот голова и лапки. То есть, это осталось до сих пор, вот это зарубы на сосне, это до сих пор хантами, стеками используется. То есть, обозначает, что, значит, медведица, два медвежонка, раз, два, три зарубки, это три охотника, добыли на этом месте медведицу и два медвежонка. Вот, то есть, вот эта вот вся семантика, она осталась до сих пор с тех самых времен. Вот иллюстрациями это объяснить гораздо проще, нежели читать занудный текст. Ну и, соответственно, да, вот такие вот подобные фигурки в очень хорошем разрешении увеличения, они выглядят гораздо эффективнее и нагляднее, нежели просто сухой текст или просто маленькие экспозиции в витринке. Далее, по этому же памятнику этнографические сведения есть. Это начало 19-го века, конец 19-го, начало 20-го века, вот, да, есть документы архивные, вот даже фотографии есть первые. Есть, да, реплики вот этих вот священных изделий, значит, да, фотографии вот могилы здесь, предметы, да, ритуальные. Вот, но как это все происходило, известно. И вот опять-таки научно-художественное решение было принято на основе этнографических, письменных и археологических данных. И, собственно, как это все происходило, то есть как заготавливалась заготовка и прямо вот врубалась из кедра, да, кусок. И вот дальше обрабатывались, обтесывались и получались вот такие вот истуканы. Ну, естественно, жертвоприношение лошади священным духом, мы их вытаскивали из священного лоба, заставили вот на улице возле сосны, кормление, значит, то есть вот в крови у них, да, рты. Вот, ну и дальше, либо в лобазе, в священном лобазе, где все самые дорогие предметы складывались и по разным причинам, либо праздник, либо прошение о чем-то, в общем, по всяким серьезным вопросам всегда обращались к духам. И вот этот ритуал здесь как раз вот и отражен на данной картинке, вот. Ну и после этого ритуала, естественно, обязательно было вот биржество, трапеза вот около этого священного лобаза. Вот. Этот ритуал сохранился до сих пор. И эти лобазы, вот они, они существуют до сих пор. И опять-таки вот тоже ни администрация, ни окружная, ни районная толком ничего об этом не знают. Сколько мы изданий не давали, ни публикации не делали, ну, не смотрят, не читают. Ну, это разработка уже по научным, да, археологическим данным уже костюмов князя. Да, здесь абсолютно полностью этнографически все соответствует. Ну, здесь просто мелкие картинки, их много. Просто для наглядности вот показать. Вот. Далее. Монки-Сюри. Это, да, городок 16-17 веков. Это аборигенный городок, городок-крепость. Уникальнейший памятник. Он совершенно не характерен для остяков того времени. Собственно, вот. Что он из себя представлял? Это, естественно, тире искусственно созданный вал высотой около 13 метров, на котором стояло оборонное сооружение. Это в тайге. Вот. Значит, отсыпалось. И здесь, да, князь Монти был. Ну, и, соответственно, со своим войском находилось. Вот так он выглядел уже по реконструкции архитектурной. То есть, вот этот вал и вот это вот сооружение оборонное. Там пять жилых построек было. Ну, и фортификационные сооружения по периметру. То есть, ну, вот это аналоги, которые найдены уже в этнографическое время. Вот. Вокруг него ограничен, да, рекой. Здесь уже корали, там, и всякие хозяйственные постройки были. Там, может, и огородничество какое-то. Вот. Но большей частью концентрировалось все здесь в случае угрозы или еще чего-то. Вот так вот он по реконструкции архитектора выглядел. То есть, да, укрепление, вот, перекрытие здесь. И как он устраивался? Вели огонь из луков. То есть, в принципе, это неприступный. Для того времени вообще неприступный городок был. Крепость. Вот. И очень сложно было ее захватить. Значит, естественно, когда пришла... Ну, русские, когда пришли казаки сюда, естественно, обложили исаком. То есть, оброком, да, местное население. Но князь Мунти отказался платить и все. Вот. И они, остяки, естественно, казаков грабили. И купеческих людей брали в плен, либо убивали. Вот. И, да, по письменным источникам, по летописям известно, что захватили государеву казну, которая должна была быть доставлена в Сургут. Для сургутского гарнизона. Оплата служилых людей, торговли и так далее. То есть, были убиты казаки, служилые люди, ограбленные. Ну, естественно, это все было уже... Ну, остяки это все забрали себе. Это все принадлежал уже им. Естественно, сургутский воеводы направил туда гарнизон, в первую очередь. Они взяли казаки, значит, хантейских жен с летних юрт в плен, в залог. Ну, и, естественно, нужно штурмовать этот городок. Вот это была проблема. Почему? Потому что он действительно был неприступный. Очень высоко располагался. Вот эту горку склом поливали льдом. Забраться невозможно. Сделали лестницы, полезли по лестницам. И вот по летописям прямо слово в слово написано, что как только казаки забираются по лестницам, вот здесь привязывались бревна. Как казаки забираются на лестницу? Веревки просто обрубались этими бревнами. Их давило и калечило. И они их из луков добивали. То есть, взять его невозможно было. Вот это иллюстрирует, да, картинка. Ну, пытались, конечно. Вход был в этот укрепленный городок. Сверху, традиционно. Ну, пытались, но все равно. Несколько попыток было. В конце концов, из Сургута была доставлена затимная пищаль. И огненными шарами, ядрами, просто расстреляли этот городок и сожгли его. Всех хантов, которые не пленили, были убиты, захоронили здесь. Потому что самый теплый участок был. Здесь все мерзлая земля, хранить было негде. Ханты оттуда ушли, остяки. И больше туда не возвращались. Те, которые были в плен захвачены, и князь Монтия, да, были доставлены с Сургута. А князь Монтия по дороге благополучно удрал, сбежал. И больше его никто не видел. Ну, а ханты расселились там дальше на периферии. Здесь вспоминальные обряды изначально были. А потом все это утухло. И это вот развалины, это всего дожили до наших дней, до археологов. Копался этот памятник около 35 лет. Ну, вот, собственно, вкратце обзор. То есть, я резюмирую это все, подводя итог. Можно сказать, что вот научно-художественно решение, подача материала, неважно, в изданиях, выставках, интернет-ресурсах, современных, да, приспособленных на андроид, это крайне важное направление, потому что оно очень эффективно способствует популяризации историко-культурного наследия. Удивительно, что, да, и взрослые дети, проживая в данном регионе, свои истории не знают. Истории края даже. Музей донести это не может полноценно. То есть, ребенок, сколько выставок не проводили, я вот наблюдал эти сцены. Первый крик ребенка, мама, пошли в кино. Взрослые дети, да, они по-разному воспринимают взрослые звери, смотрят, да, кивают. Ну, тоже чувствуют, что надо уходить. То есть, неинтересно. То же самое с очень популярными изданиями. И поэтому вот в этом направлении сейчас мы уже продолжаем активную работу, используя все возможные ресурсы для популяризации нашего историко-культурного наследия. И, собственно, и упор делаем на подрастающее поколение. Интерес к изданиям, которые иллюстрированы красочно, и не только у детей, которые любят картинки, но и у взрослых тоже. Они совсем по-другому. У нас было совещание с производственниками, и мы принесли вот эти вот буклеты разные. В общем, совещание-то в итоге ушло на третий план. Они просто разглядывали эти картинки и не могли понять, неужели так это было здесь у нас? Да не может быть. То есть, они тоже не знают. Неграмотность элементарная. Вина в этом наша. Потому что мы, историки, не можем донести это до масс. Вот, собственно, вот это основная проблема. Вот, ну, пожалуй, на этом я закончу. Вот, что я хотел сказать. Просто хотел сказать много, но 10 минут я не уложусь. Спасибо за внимание. Сергей Алексеевич, большое спасибо. Великолепный доклад. Просто фантастические рисунки. Коллеги, есть ли вопросы Сергею Алексеевичу? Есть ли вопросы среди онлайн подключившихся? Пока не вижу. Сергей Алексеевич, большое спасибо. Удачи вам развивать это направление обязательно. Я думаю, что надо как-то его тиражировать обязательно. Может быть, даже, я не знаю, может быть, даже этому учить надо каким-то образом. Совершенно верно. Этому надо учить. Надо осваивать платформы, которые сейчас доступны. Не только на YouTube выкладывать там, допустим, или ВКонтакте, где собирается конгломерат заинтересованных людей, а вообще выставлять на все возможные ресурсы. На нашем сайте это все выложено. Любой может зайти и скачать совершенно бесплатно. В хорошем разрешении, в хорошем качестве. Но об этом опять-таки никто не знает. Вот вопрос популяризации доступности. Вот в этом направлении мы сейчас активно работаем. Понятно, понятно. Хорошо, Сергей Алексеевич, спасибо. У нас, кстати, итоговая резолюция будет. Если родится какое-то предложение в эту резолюцию, вот по той части, которую вы рассказывали, с проблемами, которые подняты, было бы здорово. Хорошо. Потом резолюцию будем рассылать. Может быть, это как-то будет содействовать. Хорошо, отлично, спасибо. Значит, а вот данная конференция, она же будет на YouTube записана, и можно будет рассылать ссылки, чтобы все желающие могли посмотреть. Совершенно верно, она уже записана. Отлично. Сергей Алексеевич, можно еще такой технический вопросик? Вот там обратил внимание в слайде, где были архивные документы. Это же РГАДА фонд, да, у вас? Да, не только РГАДА. Конкретно этот документ я не знаю, но большей частью это российский государственный архив древних актов. Вот обратил внимание просто на корреляцию такую чисто изобразительную. Между вот, дальше, по-моему, в следующем кадре были у вас... Вот, да, деревянная пластика, вот традиционно в правом углу, и вот теперь кадр с документом. Сергей Алексеевич. Вот это имейте в виду. И вот там, посмотрите, в тексте документов вот эти характерные такие знамена, так называемые, или тамки, которые мне подписываются. Вот меня поразило, как корреляция изображений, они похожи. Да, совершенно верно. То есть это у нас обские угры, да, какие-то подписываются? Да, 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 да. Это остяки, обские остяки. Дело в том, что, да, это, как сказать, это танге, так называемый таткем, он изображается где только можно, на одежде. Вот в качестве вот медведя показал, на деревьях. Если появилась письменность, ведь обесаченное население его крестили, и потом учили грамоте. Вот, и, соответственно, это каким-то образом отражалось и в письменных документах, даже вот в деловой переписке. Ну, вот. А конкретно вот Юрий Борисович Симошенко в «Тамгах народов Сибири» вот конкретно эти изображения публиковал, комментировал как-то, или... Я не знаю, это надо у наших специалистов, кто вот непосредственно занимался... По-моему, да, что-то было. Надо узнавать. Я сейчас так, на скидку сказать не смогу. Очень интересен просто вопрос, как соотносятся вот такие знамена, когда их всех заставили рисовать в русских документах, такие значки, у кого был родовой символ, они стали рисовать с него. Кто-то его еще не успел придумать, и они стали... Может быть и так. А может быть... Это же ассимиляция была русских и остяков в то время. И смесь культуры, это вообще отдельная тема, очень интересная. И каким образом было взаимопроекновение, что заимствовали русские у остяков, что остяки у русских. И бог его знает, как это все отражается, допустим, русский текст, хантейская тангия. Это интересный вопрос, на самом деле. Соотносятся с теми же петроглифами, традиционной пластикой, насколько это укоренено туда. Спасибо. Спасибо большое. Вроде бы вопросов у нас больше нет. Можно выключать презентацию. Спасибо. Спасибо.